Хоккеисты «Трактора» начали выездную серию с победы. Со счетом 2-0 обыграна Минская «Динамо». Как черно-белым удалось выиграть и почему на льду дошло до драки? Николай Пастухов расскажет. Серия побед «Трактора» продолжается. След за локомотивом и «Витязем» черно-белые обыграли Минская «Динамо» 2-0. Челябинцы с первых минут играли в оборонительный хоккей с быстрыми контратаками. Одна из них принесла успех в первом периоде. Александр Черников в меньшинстве воспользовался ошибкой последнего защитника и после быстрого прорыва переиграл вратаря Минчан. Второй гол трактористы организовали в конце второго периода. С пятачка шайбу в сетку отправил Алексей Кручинин. А главным героем встречи стал вратарь Челябинцев Павел Францов. Он отразил 34 броска по своим воротам и заработал третий сухарь в сезоне. На голы челябинцев минчане ответили кулаками. Но, к счастью, защитник черно-белых Николай Белов серьезно не пострадал. Трактор набирает 59 очков. Теперь «Медведи» лишь на три балла отстают от четвертой команды «Востока» Салавата Юлаева. Догнать у финцев они могут, если в песенке обыграют «Юкери». В сентябре финны были сильнее черно-белых 2-1. Челябинцы попробуют взять реванш. Текстовую трансляцию игры «Юкери-трактор» читайте на сайте 1.0.ru. Подготовка к чемпионату России по фигурному катанию продолжается. Сегодня в Челябинск прибыла инспекция из Федерации фигурного катания России. Ее руководители отмечают, что по уровню участников турнир превзойдет многие международные соревнования. Чемпионат России в первую очередь это отборочные соревнования перед чемпионатами Европы и мира. И поэтому на этих соревнованиях челябинские зрители увидят всех ведущих фигуристов нашей России, всех членов сборной страны. Уже выбраны имена официальных талисманов соревнований. Пингвинят теперь зовут Аксель и Искорка. Посмотреть на них и на лучших фигуристов России хотят не только челябинцы, но и иностранцы. Из 45 тысяч билетов, которые мы имеем в билетной программе, уже 20 тысяч куплено через интернет. И это радует, потому как мы видим, что действительно большое внимание со стороны челябинцев и не только челябинцев. Подготовка ледовой арены начнется 11 декабря, сразу после последнего в этом году домашнего матча трактора. На перезаливку льда и демонтаж лишних кресел уйдет 8 дней. В четверг в Челябинске пройдет традиционный бойцовский турнир «Адреналин». Уже девятый по счету. Все его участники, представители тайского бокса и кифбоксинга, уже прибыли в столице Южного Урала и встретились лицом к лицу с соперниками на контрольном взвешивании. Изюминкой турнира станет так называемая «восьмерка». Этот формат соревнований пришел к нам из Китая. Люди боксируют не в один день, как это было раньше. Они боксируют в серии турниров, которые будут состоять из четырех турниров. То есть это будет два четырех финала, которые состоятся на данном турнире и на следующем турнире, потом полуфинал и окончательный турнир, это будет финал. То есть это зрителям интересно. В программе турнира произошли изменения. Не будет бойцов смешанных единоборств. Зато впервые в истории адреналина на ринге сразятся девушки. Зрители увидят семь поединков. Шесть в тайском боксе и один в кикбоксинге. Первый бой начнется 1 декабря в 19.00 в комплексе Маркштадт. Николай Пастухов, Дмитрий Абрахин, Евгений Чекалов, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин